Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам комментарий к практике Верховного Суда по налогам за 2020 год. При этом обращаю внимание, что в данном комментарии также будет затрагиваться судебная практика по налогам за 2021 год. Ну, практика за 2001 год в том случае, если она каким-то образом связана с практикой 2020 года. По сути дела, данным материалом заканчивается публикация тех видеоматериалов, которые связаны с правоприменительной практикой 2020 года. Представляет настоящий комментарий Юзувак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящего видео, то сначала будут рассмотрены источники, из которых можно понять, посмотреть практику по налогам за 2020 год. Ну, а затем будут рассмотрены конкретные споры, которые затрагивают общую часть налогового права, а также особенную часть налогового права, то есть споры по конкретным налогам. Прежде чем непосредственно приступить к рассмотрению судебных споров, необходимо сделать несколько замечаний. Ну, во-первых, общее замечание, что в данном случае будут рассматриваться налоговые споры, которые подведомственны арбитражным судам. То есть арбитражные суды рассмотрели соответствующий налоговый спор, затем на решение подавалась жалоба, и судья Верховного суда рассматривал эту жалобу, либо жалоба передавалась на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам. Соответственно, в этом случае это может быть предметом рассмотрения в настоящем комментарии. Следующее, что хотелось бы обратить внимание, что для полной картины, полного понимания практики 2020 года можно рассмотреть ряд материалов, которые затрагивали эту практику. Во-первых, часть судебных актов за 2020 год уже рассматривалась в комментарии к практике за 2019 год. Комментарий за 2019 год – это тоже видео. Кроме того, есть видео, в котором сосредоточено, что называется, ежемесячные обзоры по налоговым спорам за 2020 год. Наконец, за 2020 год были подобраны наиболее интересные судебные споры, и они вошли в материал под названием «Топ-10 налоговых споров». Наконец, практика за 2020 год Верховного суда, она, безусловно, каким-то образом отражается на практике Конституционного суда за 2020 год и, кстати, наоборот. Поэтому для, опять же, полной картины можно рассмотреть комментарий к практике Конституционного суда за 2020 год. Наконец, был рассмотрен конкретный вопрос, который был поднят в практике 2020 года в Верховном суде, а именно об особенностях применения повышающего коэффициента по земельному налогу. В данном случае на конкретном деле, которое было рассмотрено судебной коллегией, рассматривался вопрос о природе повышающего коэффициента, о его особенностях и вообще о допустимости введения повышающего коэффициента применительно к земельному налогу. Это видео, оно есть на канале, поэтому посмотрите. Помимо видео, можно посмотреть также текстовые материалы. Они размещаются на моем канале Яндекс.Дзен. Ну, прежде всего, можно посмотреть месячные обзоры, текстовые месячные обзоры по налоговым спорам. При этом я обращаю внимание, что такие же месячные обзоры публикуются за 2021 год. Поэтому, что называется, кто хочет отслеживать практику в, по сути дела, онлайн-режиме, то могут подписываться на мой канал на Яндекс.Дзен и следить за налоговыми спорами. Итак, для начала предлагаю рассмотреть налоговые споры, которые связаны с общей частью налогового права. Ну и здесь, на слайде, вы видите акты судебной коллегии по экономическим спорам, которые как раз затрагивают общие вопросы. Здесь следует заметить, что в 2020 году Верховный суд был активен именно применительно к общей части налогового права. Также хотел бы обратить внимание, что часть актов судебной коллегии по экономическим спорам, она затрагивает как общие проблемы налогового права, так и проблемы, которые связаны с особенной частью налогового права. И в качестве примера, конечно, можно привести акт по делу Гулидова. Там есть и такие общие замечания, и замечания, подходы, которые связаны с получением налоговой выгоды. Начать хотелось бы с рассмотрения проблемы, которая находится на стыке налогового и уголовного права. При этом здесь следует заметить, что эта проблема, она возникла в 2019 году, продолжала существовать в 2020 году, ну и также продолжает находить свое отражение в 2021 году. Что это за проблема? Проблема связана с возвратом налогов через казначейство. В соответствующих делах рассматривалась ситуация, когда налоговые органы одобряли возврат налогов. Ну, в данном случае НДС, возмещение НДС по статье 176 Налогового кодекса. Но при этом в результате действий правоохранительных органов изымались файлы с заявками на возврат налогов. В результате чего казначейство не могло возвратить налоги соответствующим заявителям. Заявители полагали, что в данном случае есть нарушение со стороны налогового органа. Ну, там заявлялись различные требования либо о бездействии налогового органа, либо о каких-то неправомерных действиях. Но так или иначе заявители полагали, что нарушение идет со стороны налоговых органов. И в 2020 году в делах Мегаснаб, сервис, комплекс, строй рассматривалась эта проблема. Однако суды обращали внимание, что применительно к налоговым органам претензий каких-либо предъявлять нельзя. Поскольку налоговые органы выполнили все необходимые действия, связанные с возвратом налогов. А тот факт, что правоохранительные органы изымали файлы, которые требуются для того, чтобы вернуть налог, за это налоговые органы не отвечают. Следует заметить, что данная проблема была рассмотрена в том числе Конституционным судом в акте 23.82.О. Но в целом Конституционный суд какого-то содержательного вывода не сделал. Так было указано, что статья 183 УПК РФ не препятствует возврату налогов. Но при этом раскрытие данного тезиса Конституционный суд не сделал. И, по сути дела, этот вывод на практику арбитражных судов никак не повлиял. Поскольку и в 2021 году суды по такого рода делам с аналогичными обстоятельствами продолжали отказывать налогоплательщикам в их требованиях к налоговым органам. Следующие два дела, которые будут рассмотрены, они также связаны с возвратом налогов. Это дела индивидуального предпринимателя Запоренко и Примак. В этих делах был рассмотрен процессуальный вопрос возврата излишне взысканных налогов. Данные дела, они интересны не только теми выводами, которые сделала судебная коллегия при их рассмотрении. Но и также интересно, что в них раскрыта причина возникновения соответствующих споров. А причина заключается в том, что были внесены изменения в статью 79 Налогового кодекса, а именно в пункт 3, в котором был увеличен срок на обращение в налоговые органы за возвратом излишне взысканных налогов. Ну и, кроме того, было убрано упоминание о судебном порядке возврата. Исходя из этого, правоприменители посчитали, что законодатель попытался сблизить процедуру возврата излишне уплаченных налогов, которая предусмотрена в статье 78 Налогового кодекса, и из толкования данной статьи следовало, что существует обязательный досудебный порядок. Соответственно, правоприменители посчитали, что законодатель установил, по сути дела, и обязательный досудебный порядок в статье 79 Налогового кодекса. Однако, Верховный суд с такой позицией не согласился. Было указано на то, что вообще соблюдение досудебного порядка – это дополнительное обременение налогоплательщиков. Поэтому, для того, чтобы таким образом обременять налогоплательщика, либо законодатель, либо правоприменитель должны четко выразить свою позицию, волю, для того, чтобы налогоплательщик четко понимал, что ему необходимо соблюдать досудебный порядок. Однако, как обратил внимание Верховный суд, отсутствует какая-либо норма, которая обязывала бы налогоплательщика соблюдать обязательный досудебный порядок. И также отсутствует какое-либо разъяснение высших судов по данному вопросу. Исходя из этого, Верховный суд пришел к выводу о том, что соблюдение досудебного порядка при возврате излишне взысканных налогов на основании статьи 79 Налогового кодекса – это не обязанность, а право налогоплательщика. Поэтому в данном случае налогоплательщик может реализовать соответствующее право, а может и не реализовать и сразу обращаться в суд за возвратом излишне взысканных налогов. Следующая категория споров, которую хотелось бы рассмотреть, она связана с проблемами с дачей отчетности. Вообще следует заметить, что в ближайшее время данная категория дел будет только развиваться и пополняться новыми судебными решениями и актами. Но данный прогноз делается на основании того, что в Налоговом кодексе будут четко закреплены основания для непринятия налоговой отчетности. И понятно, что на основании данных обстоятельств, на основании данных изменений будет формироваться самостоятельная судебная практика. Но здесь следует заметить, что и до данных изменений было достаточно много споров, связанных с подачей налоговой отчетности, и имеет смысл их рассмотреть. Первое дело, Альянс, в данном случае речь идет об отказном определении судей Верховного суда, рассматривала ситуация, когда была нарушена форма подачи отчетности и ее заполнения. В данном случае отсутствовал период сдачи отчетности, также был указан лишь один КБК для разных видов взносов. Ну и кроме того, сама отчетность, она заполнялась как рукописно, так и машинописно. И на основании этого отчетность налоговым органам была не принята. И в общем-то суды поддержали налоговый орган в таком решении. Следующее интересное дело – это Уральская цементная компания. В данном случае рассматривался вопрос о подаче уточненной налоговой декларации. И здесь ситуация, когда эту налоговую декларацию поместили в реестр деклараций, которые не подлежат обработке. И налогоплательщик посчитал, что в данном случае нарушаются его права. Здесь следует пояснить, что при подаче уточненной налоговой декларации налогоплательщик указал, что эта уточненная декларация под номером 3. Но при этом до этого была подана налогоплательщикам налоговая декларация с номером корректировки 999. То есть по предыдущей корректировочной декларации налогоплательщик ошибся. И из-за этого система обратила на это внимание. И поэтому соответствующую декларацию номер 3 поместили в реестр деклараций, не подлежащих обработке. Однако суды указали на то, что поскольку налоговый орган не выносил в отношении налогоплательщика решение о непринятии декларации, то в данном случае нельзя говорить о том, что налоговый орган не принял декларацию. И нельзя говорить, что вообще нарушаются какие-то права налогоплательщика. Поэтому в требованиях налогоплательщику было отказано. Следует заметить, что в 2020 год с подачей отчетности был связан спор по компенсации убытков. Это дело Эдельвейс. Опять же, это отказное определение судьи. И здесь рассматривалась ситуация, когда лицо оказывало услуги по подаче налоговой отчетности. И по одному из клиентов налоговая отчетность налоговым органам не была принята. Правда, впоследствии вышестоящий налоговый орган признал, что этот отказ является неправомерным. Но исходя из договора в связи с тем, что налоговая отчетность своевременно не была подана, данное лицо уплатило неустойку своему клиенту. И компания Эдельвейс полагала, что эта неустойка является убытком, который возник в результате действий налоговых органов. И, соответственно, была попытка получить компенсацию соответствующих потерь. Однако суды в таком стремлении компании, в общем, компанию не поддержали. Было отмечено, что, во-первых, действия по отказу в приеме деклараций налоговыми органами, они укладываются в пределы полномочий налоговых органов. То есть в данном случае налоговые органы ничего не нарушили. Также было отмечено, что вообще, исходя из договора, по сути дела, исполнитель выполнил те обязательства, которые возлагались на него. То есть он подал декларацию. Поэтому в данном случае уплата неустойки не может быть связана с тем, что исполнитель не исполнил своих обязательств. И в связи с этим также было обращено внимание, что отсутствует вообще причинно-следственная связь между отказом налогового органа принять декларацию и убытками лица. Вообще следует заметить, что вот этот вывод о том, что отказ, даже впоследствии признанный неправомерным, он находится в пределах полномочий инспекции. Этот вывод согласуется с делом, которое рассматривала судебная коллегия по экономическим спорам, а именно дело Титан-баррикады. Но об этом деле я расскажу более конкретно. Продолжая вопрос о компенсации убытков, безусловно, нельзя обойти вниманием дело Титан-баррикады. Ну, вообще это дело само по себе оно не налоговое, но оно связано с налоговым спором. В данном деле налогоплательщик пытался компенсировать расходы на юридические услуги в связи с оспариванием решения налогового органа. При этом в данном деле рассматривалась ситуация, когда налогоплательщик на досудебной стадии пригласил консультантов и вышестоящий налоговый орган часть требований налогоплательщика удовлетворил. Потом налогоплательщик пошел в суд, и его заявленные требования суды не удовлетворили. В такой ситуации налогоплательщик и попытался компенсировать свои расходы на юридические услуги с опорой на положение именно Гражданского кодекса, указывая на то, что его убытки в связи с оплатой юридических услуг возникли в результате неправомерных действий налоговых органов. Посматривая данный вопрос, Нижестоящие суды придерживались, по сути дела, одной позиции о том, что поскольку налогоплательщик проиграл судебный спор и его требования, по сути дела, связаны с компенсацией расходов на оспаривание актов налоговых органов, то в данном случае отсутствует основание для удовлетворения его требований. Однако Верховный суд занял несколько иную позицию. Во-первых, Верховный суд распределил расходы, то есть расходы, связанные с досудебным оспариванием и расходы, связанные с судебным оспариванием. Поскольку судебное дело было проиграно, то оснований для удовлетворения требований в части расходов, которые приходятся на судебное обжалование, таких оснований нет. Поэтому в этой части судебная коллегия, в принципе, согласилась с нежестоящими судами. Однако применительно с расходами на досудебное оспаривание Верховный суд сформулировал определенный подход. Так было указано на следующее, что расходы на досудебное обжалование, они, в принципе, могут быть компенсированы при наличии определенных условий. Так было указано о том, что необходимо установить, что налоговый орган надлежащим образом не выполнял свои публичные обязанности. При этом налоговый орган заведомо нарушал налоговое законодательство своими действиями либо бездействиями. И это побудило налогоплательщика нести расходы в целях исправления нарушений налогового органа. При этом Верховный суд делает важную оговорку о том, что вынесение ошибочного решения налоговым органам, неверное толкование, которое изложено в таком решении, оно не является нарушением публичных обязанностей налогового органа. В данном случае налоговый орган действует в рамках своих полномочий. То есть, в принципе, налоговому органу разрешается выносить ошибочные решения. И в данном случае, лишь на том основании, что вышестоящий налоговый орган признал, что нижестоящий налоговый орган сделал какой-то ошибочный вывод, на этом основании нельзя компенсировать расходы на досудебное обжалование. Что касается оценки подхода Верховного суда. С одной стороны, следует признать, что это все-таки определенный шаг вперед. Ну, можно сказать, шажочек. Потому что до этого, как, например, Высший арбитражный суд, так и Верховный суд исходили из того, что, в принципе, оснований для компенсации расходов, связанных с досудебным обжалованием, нет. Однако, здесь следует заметить, что все-таки те требования, которые предъявляет Верховный суд для того, чтобы компенсировали соответствующие расходы через институт возмещения убытков в результате неправомерных действий государственных органов, да, те требования, которые предъявляет Верховный суд, они трудновыполнимы. И в большинстве случаев, конечно же, налогоплательщикам будет отказано. И здесь все-таки на ум приходит тот подход, который существовал достаточно давно, однако на основании этого подхода сложилась такая обширная судебная практика, которая защищала налогоплательщика. Этот подход, он был сформирован еще в 2008 году Высшим арбитражным судом, и он был связан с установлением обязательной досудебной процедуры обжалования актов налоговых органов. Так, Высший арбитражный суд указал на то, что устанавливая такую обязательную процедуру, законодатель обязан сохранить тот объем гарантии, который существовал у налогоплательщика, без наличия соответствующей обязательной процедуры. То есть, в данном случае должен был быть сохранен объем гарантии, который предоставлялся процессуальным законодательством, судебным процессуальным законодательством. При этом, здесь, конечно, нужно понимать, что эта позиция, она была сформирована применительно к порядку рассмотрения актов, к порядку рассмотрения жалоб налогоплательщика. Однако, эту позицию все-таки, поскольку она была сформулирована в общем виде, применяли и для других вопросов, и для разрешения других проблем. И, на мой взгляд, она применима и в этой ситуации. Так, поскольку судебное законодательство, судебное процессуальное законодательство допускает компенсацию судебных расходов, то такая возможность, она должна быть предоставлена и на уровне обжалования судебных актов до суда, то есть на досудебной стадии. Конечно, понятно, что для надлежащего урегулирования такого вопроса необходима отдельная какая-то самостоятельная норма. Пока ее на самом деле нет. Но у судов есть все инструменты для того, чтобы компенсировать этот недостаток, по сути, пробел, и, что называется, преодолевать этот пробел до появления соответствующей нормы. И, в общем-то, как я уже указал, подход к высшим арбитражным судам был сформулирован. Его просто необходимо распространить на проблему расходов на досудебной стадии. Однако, конечно, пока серьезных предпосылок для того, чтобы такой подход начали применять суды, пока, к сожалению, нет. Достаточно часто на практике возникает проблема, связанная с пересмотром судебных налоговых дел. То есть речь идет о пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу. И такие дела, в общем-то, встречаются и в 2020 году, и в 2021 году. Что касается 2020 года, то в данном случае можно привести пример охранного агентства «Каскад». И налогоплательщик в качестве вновь открывшегося обстоятельства, на основании которого он хотел, чтобы его дело было пересмотрено, приводил оправдательный приговор руководителю налогоплательщика. Однако суды указали на то, что оправдательный приговор по налоговому уголовному делу еще не означает то, что должно быть пересмотрено дело в отношении непосредственно налогоплательщика, поскольку в указанном оправдательном приговоре ничего не было сказано об обстоятельствах, которые исследовались арбитражным судом. Следующий пример, он уже 2021 года. Это ишимская пивоваренная компания, и в данном случае в качестве основания для пересмотра дела вступало постановление о прекращении дела. Но, собственно говоря, и в этом случае также суды посчитали, что данное постановление не дает какие-то новые основания для переоценки тех обстоятельств, которые рассматривались арбитражными судами. Еще одно интересное дело 2021 года – это дело Агромаркет. В данном деле налогоплательщик пытался обосновать, что вновь открывшимися обстоятельствами являются файлы с фотоснимками транспортных средств. По мнению налогоплательщика, данные снимки должны доказывать реальность операций. Однако суды отклонили такое обоснование и указали на то, что, во-первых, данные фотоснимки существовали на момент вынесения решения арбитражными судами. И в данном случае такие фотоснимки транспортных средств не могут рассматриваться в качестве вновь открывшихся обстоятельств. Кроме того, было обращено внимание, что фотоснимки транспортных средств не могут подтверждать реальность операции по поставке товаров на сумму 84 миллиона рублей. И поэтому также налогоплательщику было отказано. То есть, как видите, попытки налогоплательщиков пересмотреть налоговые дела по вновь открывшимся обстоятельствам в большинстве случаев оканчиваются неудачей. И когда налогоплательщики будут обдумывать, анализировать такую возможность, им, безусловно, необходимо учитывать, что вероятность успеха в данном случае крайне невелика. Итак, переходим к налоговым спорам по НДС. И на слайде приведены акты судебной коллегии по экономическим спорам, которые затрагивают вопросы НДС. Правда, здесь следует оговориться, что лишь один судебный акт является именно налоговым спором. А два других акта – это гражданско-правовые споры, однако в них затрагивались вопросы, связанные с НДС. Вначале хотелось бы затронуть проблему применения вычетов по НДС по операциям с организациями налогоплательщиками-банкротами. Ну, я думаю, те, кто маломальски сталкивался с налоговым правом, знают, что эта проблема, она тянется уже давно, с 2018 года. Она продолжалась в 2019 году. И, в общем, существуют и споры по данной проблеме в 2020 и в 2021 году. Здесь сразу следует заметить, что споры, которые будут рассмотрены сейчас, они связаны с реализацией позиции, которая была сформирована Конституционным судом в 2019 году в постановлении номер 41-П. И в данном постановлении было сформулировано два подхода. О том, что при оценке правомерности применения вычетов по НДС необходимо оценивать, во-первых, знание, понимание налогоплательщикам того, будет ли уплачен НДС его контрагентом-банкротом, либо нет. Ну и также необходимо оценивать действия самого налогового органа, предпринял ли он меры по прекращению деятельности налогоплательщика банкрота, либо нет. В 2020 году в рамках Верховного суда рассматривались дела ЭЛИС, МПК Подлесной и Агроторг. При этом по этим делам вынесены были отказные определения со ссылкой на постановление Конституционного суда номер 41-П. В чем тут проблема? Верховный суд посчитал, что необходимости для передачи соответствующих дел в судебную коллегию нет, поскольку Конституционный суд сформулировал соответствующую позицию, то ее должны применить ниже стоящие суды. То есть, иначе говоря, у налогоплательщиков есть право на пересмотр актов, которые вступили в законную силу, на основании вновь открывшихся обстоятельств. Поэтому по данным делам были вынесены отказные определения. Следующие дела, они уже связаны с практикой 2021 года, однако опять же затрагивают проблему НДС и банкротства. Так, в деле Молвест был рассмотрен вопрос о том, какие обстоятельства могут указывать, либо, напротив, не указывать о знании налогоплательщика, о том, может ли его контрагент исполнить обязательства по НДС, либо нет. И было отмечено, что сам факт того, что контрагент находится в стадии банкротства, еще не говорит о том, что налогоплательщик знает о том, что обязательства по уплате НДС, они не будут исполнены. Тем более, Верховный суд обратил внимание о том, что в такой ситуации обязательства по НДС, они относятся к текущим платежам, а значит, должны исполняться в первую очередь. Следующее дело, оно на самом деле, ну то есть это отказное определение судей Верховного суда, и здесь изложен противоположный подход, поскольку были установлены обстоятельства знания налогоплательщика о невозможности исполнения его контрагентом банкротом обязательств по НДС. В данном случае было установлено, что руководитель налогоплательщика являлся также арбитражным управляющим в процедуре банкротства контрагента, и поэтому налогоплательщик не мог не знать, что обязательства по НДС не могут быть исполнены, и поэтому в требованиях налогоплательщику в отношении вычетов по НДС было отказано. Таким образом, как видите, практика достаточно активно развивается, несмотря на то, что законодатель в статью 146 НК внес изменения и установил, что все операции с банкротом, они, в принципе, не должны облагаться НДС. Но до этих изменений было достаточно много операций с банкротом, поэтому следует ожидать, что эта практика, она будет еще развиваться, хотя понятно, что по прошествии определенного времени она сойдет на нет. В любом случае, налогоплательщикам, которые сталкивались с банкротами, им необходимо принимать во внимание соответствующую практику. Следующая категория дел связана с налоговыми последствиями в связи с наличием гражданских правовых споров. Первое дело – дело РКС-группы. Это налоговое дело, и по нему было вынесено отказное определение судей Верховного суда. При этом в данном определении содержатся достаточно интересные выводы. Во-первых, было указано на то, что расторжение договора, в том числе в судебном порядке, не означает, что необходимо корректировать налоговые последствия в периоде получения аванса. И данный подход, он схож с тем подходом, который сформулирован в судебной практике, применительно к налоговым последствиям в связи с недействительностью сделок. Ну, о недействительности сделок и налоговых последствиях я достаточно много говорил на канале. Есть много видео по этому вопросу, поэтому, кому интересно, можете эти видео найти. Следующий важный вывод о том, что та квалификация, которая дается спорным суммам в гражданском споре, либо квалификация в качестве аванса, либо в качестве неосновательного обогащения, применительно к налоговому праву вообще не имеет никакого значения. Потому что для налогового права, ну, в конкретном споре, спорные суммы однозначно квалифицируются в качестве аванса. И, исходя из этого, налогоплательщик и должен был определять свои налоговые последствия. Следующие два дела – это гражданско-правовые дела, однако они связаны с НДС. Первое дело – это дело Камчатской строительной компании против Министерства строительства Камчатского края. В данном деле рассматривалась ситуация, когда в договоре между контрагентами была сформулирована стоимость услуг, работ, при этом было четко указано, что эта цена, она сформулирована и определена без НДС. И Камчатская строительная компания пыталась взыскать дополнительно НДС. Там, правда, интересным образом было сформулировано требование, но это уже, на самом деле, именно гражданско-правовой аспект, а нас интересует именно возможность взыскания НДС сверх цены, которая четко указана, что она определена без НДС. И в данном случае нижестоящие суды считали, что есть основания для взыскания дополнительного НДС. Однако Верховный суд с таким подходом не согласился. Было указано на то, что все риски, связанные с неправильным определением и формулированием как цены, так и налоговых обязательств, они лежат на продавце. Поэтому возможность дополнительного взыскания НДС в ситуации, когда в договоре определена твердая цена, возможность такая может быть обусловлена только условиями договора, которые прямо это предусматривают. Если такого условия нет, то и возможности дополнительно взыскать НДС нет. При этом абсолютно не имеет значения, что у продавца возникают какие-то дополнительные налоговые обязательства, которые, по сути дела, он должен будет исполнить за счет собственных средств, а не за счет средств покупателя. Здесь вообще следует заметить, что, по сути дела, Верховный суд повторил позицию, которая была сформулирована ранее в деле 2017 года «Порт-Юнион» против «Гунвар». Следующее дело, оно связано с проблемой повышения НДС, а именно ставки НДС с 18% до 20%. В данном деле суд, судебная коллегия по экономическим спорам установила особый характер договора, а именно то, что он заключается на основании закона о контрактной системе. При этом было указано на то, что в связи с повышением НДС были предусмотрены специальные правила о том, что скорректировать цену по такому договору можно, но на основании дополнительного соглашения. И на основании этого дополнительного соглашения можно учесть факт повышения НДС. Однако, такого соглашения не было. Кроме того, истец также не обращался к ответчику с требованиями изменить условия договора на основании ст. 450 Гражданского кодекса. Поэтому, в данном случае, опять же, не удалось ИСУ дополнительно взыскать НДС. Так, переходим к спорам по налогу на прибыль. Ну и вначале вы видите акты судебной коллегии по экономическим спорам, которые как раз затрагивали вопросы, связанные с налогом на прибыль. Рассмотрение споров по налогу на прибыль хотелось бы начать с проблемы учета расходов по неотделимым улучшениям. Эта проблема была рассмотрена в деле агростроительной технологии. По этому делу было вынесено отказное. Определение судей Верховного суда в целом, в данном деле, рассматривала стандартная ситуация, когда арендатор произвел неотделимое улучшение в арендованное имущество. Впоследствии эти неотделимые улучшения были безвозмездно переданы арендодателю. При этом арендатор не смог полностью самортизировать неотделимые улучшения в течение действия договора аренды. И понятно, что налогоплательщики пытаются списать не списанные в течение аренды расходы по налогу на прибыль. Но налоговые органы и часто суды не позволяют это сделать. И, собственно говоря, эта ситуация и произошла в деле агростроительной технологии, поскольку было указано, что учет расходов в отношении неотделимых улучшений может осуществляться только в течение действия аренды. После истечения срока аренды учитывать расходы по неотделимым улучшениям нельзя. Это стандартная позиция. Она встречается и в судебных актах, и в письмах Минфина. Однако следует заметить, что в 2021 году все-таки позиция по данному вопросу была изменена в деле Митрана. Это, пожалуй, будет одно из центральных дел 2021 года. Что было сказано применительно к учету расходов по неотделимому улучшению? Судебная коллегия, которая рассматривала дело Митран, указала, что в налоговом праве существует опровержимая презумпция экономической необоснованности несписанных расходов в том случае, если неотделимые улучшения безвозмездно передаются арендодателю. Однако данная презумпция может опровергаться при наличии определенных обстоятельств. Во-первых, необходимо установить, что данные неотделимого улучшения нужны были налогоплательщику для осуществления деятельности. И в качестве примера приводится, например, оформление помещения в фирменном стиле, либо какие-то манипуляции, действия, связанные с коммуникациями в помещении. Второе, на что было обращено внимание, что необходимо установить намерение налогоплательщика окупить соответствующие расходы на неотделимое улучшение. Наконец, необходимо также оценить причины прекращения аренды и оценить, были ли экономически обоснованными соответствующие причины прекращения аренды, что не позволило полностью списать расходы в течение срока аренды. Ну и наконец, также предлагается оценивать ценности для арендодателя соответствующих неотделимых улучшений, то есть осуществлялись ли они исключительно в интересах налогоплательщика и, соответственно, они могут не представлять никакой ценности для арендодателя, вот, либо все-таки какую-то ценность они представляют. Безусловно, эти выводы и подход, который сформулирован судебной коллегией по экономическим спорам в деле Метрана, они важны, и их налогоплательщикам нужно учитывать при осуществлении неотделимых улучшений и определении налоговых последствий, налоговых обязательств при осуществлении таких расходов. Следующая категория споров по налогу на прибыль, она на самом деле классическая и связана с квалификацией расходов в качестве прямых и косвенных. Ну, вообще, это одна из наиболее распространенных категорий налоговых споров, как по налогу на прибыль, так, возможно, и вообще во всем объеме налоговых споров. То есть, на самом деле, первое, одно из первых обстоятельств, которые проверяются налоговыми органами при проведении выездных проверок, это то, как учитывались расходы, правильно ли они квалифицированы в качестве прямых и косвенных. Это, соответственно, и ведет к достаточно большому количеству споров по данному вопросу. В общем-то, не стал исключением и 2020 год. И существуют налоговые споры, которые формулируют общий подход применительно к классификации, квалификации расходов в качестве косвенных и прямых. Ну, и также существуют споры, связанные с конкретными примерами. Так, в нескольких спорах было указано о том, что вообще квалификация расходов в качестве прямых и косвенных не может зависеть исключительно от воли налогоплательщика. То есть, при отнесении расходов либо к прямым, либо к косвенным налогоплательщик должен руководствоваться определенными экономическими факторами и основаниями. И также из позиции как судов, так и на самом деле Минфина следует, что по сути дела в налоговом праве существует, ну, скажем так, опровержимая презумпция прямых расходов. То есть, к косвенным расходам можно отнести только в том случае, если их нельзя отнести к прямым. При этом необходимо, как я уже сказал, определенное экономическое объяснение того, что расходы относятся именно к косвенным расходам. Вторая категория дел, как я сказал, это конкретные примеры, связанные с тем, как следует квалифицировать деленные расходы. Так, в деле Барзавское товарищество рассматривался вопрос о квалификации расходов на запасные части и ремонтные работы. И, исходя из особенностей деятельности налогоплательщика, было признано, что эти расходы необходимо относить к прямым, а не косвенным. В общем-то, аналогичный подход был использован в деле лесопильный и деревообрабатывающий комбинат. Там также расходы на топливо и электроэнергию с учетом особенностей деятельности налогоплательщика отнесли к прямым расходам. То есть, вообще, как видите, большинство дел не только в 2020 году, но и ранее, и позднее, они заканчиваются не в пользу налогоплательщика, и в большинстве случаев расходы действительно квалифицируются налоговыми органами в качестве прямых. Поэтому налогоплательщикам в целях снижения налоговых рисков необходимо, безусловно, посмотреть те основания, которые используются для отнесения расходов к прямым и косвенным, оценить их с точки зрения судебной практики. Ну и также следует понимать, что отнесение расходов к прямым и косвенным не является исключительно прерогативой налогоплательщика и не зависит исключительно от его желания и воли. Здесь должно быть достаточно серьезное обоснование. Итак, переходим к налоговым спорам по НДФЛ. Вообще следует заметить, что видимо наблюдается определенная тенденция к росту числа споров по НДФЛ в рамках арбитражных судов, хотя это не совсем свойственно арбитражным судам. Скорее всего это связано с активизацией деятельности налоговых органов по проверке физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. И наряд интересных дел по НДФЛ, которые были рассмотрены арбитражными судами и дошли до Верховного суда, хотелось бы обратить внимание. Первое дело это дело Федулова, по нему было вынесено отказное определение судей, и в данном деле рассматривалась такая ситуация, когда налогоплательщик в дар получил земельные доли. Впоследствии эти доли на основании этих долей были получены земельные участки. Налоговый орган полагал, что последствия по НДФЛ должны определяться на основании кадастровой стоимости земельных участков. Однако суды с таким подходом не согласились, и было указано, что стоимость земельных долей и кадастровая стоимость земельных участков это разные показатели, и в данном случае нельзя кадастровую стоимость квалифицировать в качестве стоимости земельных долей. При этом, как указали суды, поскольку налоговый орган не представил какого-либо достоверного расчета налоговых обязательств, то суды были вынуждены признать недействительным решение налогового органа, то есть в данном случае решение принято в пользу налогоподельщика. Следующее дело по НДФЛ связано с последствиями в связи с банкротством индивидуального предпринимателя. В данном деле рассматривалась ситуация, когда индивидуальный предприниматель, который впоследствии признан банкротом, он сдавал в аренду имущество организации. И возник вопрос, должна ли вообще была организация выполнять обязанности налогового агента удерживать и уплачивать НДФЛ. Во-первых, было в принципе указано на то, что банкротство не освобождает доход лица, который признается банкротом, от НДФЛ. Соответственно, обязательства по уплате НДФЛ сохраняются. При этом было отмечено, что поскольку в результате банкротства физическое лицо утрачивает статус индивидуального предпринимателя, то обязанности по удержанию и перечислению НДФЛ переходят на налогового агента, в данном случае на арендатора. Поэтому в соответствующем споре применительно к организации решение было принято не в ее пользу. Наконец, еще одно интересное дело по НДФЛ связано с последствиями недействительности сделки. В данном случае по сделке организация уплатила физическому лицу средства, доход из которого был удержан и перечислен НДФЛ. Но впоследствии соответствующая сделка была признана недействительной. И организация посчитала, что в данном случае образуется переплата по НДФЛ, которую организация и пыталась вернуть. Однако в данном деле суды применили в общем-то стандартную позицию. Было указано на то, что для налогового права значение имеет не сам факт признания недействительности сделки, а значение имеет реституция, которая проводится по данной сделке. Поскольку в рассматриваемом деле такая реституция не проводилась, то говорить о том, что образовалась какая-то переплата по НДФЛ нельзя. То есть в данном случае стороны должны производить определенную действие, в данном случае физическое лицо должно вернуть выплаченные ему деньги, и тогда налоговый агент может ставить вопрос о переплате. Итак, переходим к налоговым спорам, которые связаны с налоговой выгодой. Ну и на слайде вы видите акты судебной коллегии по экономическим спорам, которые как раз связаны с этим вопросом. При этом здесь следует отметить, что безусловно эти акты стали центральным событием 2020 года. Особенно, конечно, дело Звездочка. Ну, поскольку, на мой взгляд, в деле Гулидова по большей части это, в принципе, такое фактологическое дело, связанное с проблемой оценки фактов, хотя в деле Гулидова есть и выводы общего характера, связанные с содержанием судебных актов. На это дело также следует обратить внимание, но здесь я его подробно рассматривать не буду, поскольку рассматривал его в материале топ-10 налоговых споров. Начать рассмотрение проблем, связанных с налоговой выгодой, хотелось бы с положительных решений судов, то есть с решений, которые вынесены в пользу налогоплательщиков и решения, которые были поддержаны судьями Верховного Суда. Почему это важно? Для того, чтобы налогоплательщики при оценке перспектив того или иного налогового спора могли понимать, на что обращают суды при вынесении решений в пользу налогоплательщиков. И начать хотелось бы с дела НПО-эксперт. В данном случае при вынесении решения были учтены следующие положительные обстоятельства для налогоплательщика. Во-первых, это реальность операций, во-вторых, достоверность первичных документов, проявление осмотрительности налогоплательщикам, отсутствие транзитного движения денежных средств и уплата контрагентами налогов по спорным операциям. Конечно, здесь может возникнуть вопрос, каким образом при наличии таких обстоятельств налоговые органы вообще предъявляли претензии к налогоплательщику, зачем вообще поддавалась жалоба в Верховный суд. Мне кажется, просто налоговые органы наверное привыкли к общей тенденции, она в общем-то и существует, что большинство таких дел они рассматриваются в пользу именно налоговых органов и возможно несколько снизили требования к себе к налоговому контролю, который они проводили. Следующее положительное решение связано со строительными работами и в деле ЮРОС рассматривалась стандартная претензия налогового органа о том, что спорные строительные работы были выполнены налогоплательщикам самостоятельно своими силами без реального привлечения спорных контрагентов. Однако суды посчитали, что налоговый орган собрал недостаточно доказательств для такого утверждения. То есть отсутствовали доказательства выполнения работ исключительно налогоплательщикам. Было указано на то, что нет анализа возможности у налогоплательщика выполнить работы своими силами. И вот на это хотелось бы обратить внимание, что в такого рода спорах действительно налогоплательщикам очень важно представить доказательства материала, связанные с тем, какой объем ресурсов у них в принципе существует. То есть трудовых ресурсов, техники, еще каких-либо ресурсов, которые влияют на объем выполняемой работы. И исходя из такого анализа, да, можно действительно доказывать, что спорный объем работ не мог либо вообще выполняться налогоплательщикам, либо выполняться исключительно налогоплательщикам. И в общем-то дело Юрос показало, что это правильный и верный подход для налогоплательщиков обосновывать свою позицию именно таким образом. Так, ну и наконец еще одно дело положительное, на которое хотелось бы обратить внимание, это дело НСО сервис. В данном деле рассматривался вопрос о дроблении бизнеса. Налоговый орган полагал, что налогоплательщик создал взаимозависимое лицо для того, чтобы соблюдать условия для применения упрощенной системы налогоблажения. Однако нежестоящие суды не согласились с таким подходом, а судья Верховного Суда поддержала их в отказном определении. Было отмечено, что у налогоплательщика отсутствовала цель сохранения УСН путем создания формального юридического лица. Кроме того, обращалось внимание на наличие экономической целесообразности создания еще одной организации. Наконец, и это наиболее важная часть судебных актов, то, что была установлена экономическая самостоятельность субъектов. И на эту экономическую самостоятельность указывали следующие обстоятельства. Во-первых, это отдельные расчетные счета в банках, отдельное имущество, отдельные самостоятельные трудовые ресурсы, введение раздельно бухгалтерского учета, ну и самостоятельное исполнение налоговых обязательств. Безусловно, на эти факторы обстоятельства необходимо обратить внимание налогоплательщикам для того, чтобы правильно выстраивать свою позицию применительно к спорам о дроблении бизнеса. Традиционно хотелось бы рассмотреть статистику применения статьи 54.1 налогового кодекса. В 2020 году, как и в предыдущих годах, все-таки статья 54.1 не часто упоминается в актах Верховного суда. Так удалось насчитать всего 13 упоминаний. Это, конечно, несколько больше, чем в 2019 году, но все равно мало. И в большинстве случаев статья 54.1 употребляется в назывном порядке, то есть наряду с другими нормами налогового кодекса. То есть просто указывается, что данная статья выступала в качестве одного из правовых оснований для вынесения решения как судами, так и налоговым органам. Это такое употребление можно обнаружить в 8 актах. В трех актах рассматривался вопрос о применимости либо неприменимости статьи 54.1. И лишь в двух актах можно говорить, что какое-то содержательное применение статьи 54.1 было. Так в деле сирийская палетная компания налогоподельщику было отказано в вычетах по НДС и учете расходов на основании подпункта 2 статьи 54.1 налогового кодекса. При этом, во-первых, было приведено содержание данной статьи и было указано, что под нее подпадает ситуация, когда, хотя товар видимо поставлен, но он поставлен не от заявленных контрагентов, документы оборот носят формальный характер, а сами по себе спорные сделки не имеют разумной цели и направлены на получение налоговой выгоды. В такой ситуации можно применять в качестве нормативного обоснования подпункт 2 пункта 2 статьи 54.1. Наиболее интересное применение статьи 54.1 налогового кодекса можно обнаружить в деле советско-гаванские теплосети. В данном деле рассматривалась ситуация, когда лицо заключало договоры по предоставлению персонала. Однако было установлено, что данные договоры носят формальный характер и их заключение было направлено на минимизацию последствий по страховым взносам. И в данном случае одним из нормативных обоснований для начисления страховых взносов служил пункт 1 статьи 54.1 налогового кодекса. То есть в данном случае для доначисления страховых взносов в том числе может использоваться статья 54.1 налогового кодекса. Так, ну и закончить рассмотрение налоговых споров за 2020 год хотелось бы рассмотрением проблемы должной осмотрительности. Вообще должная осмотрительность продолжает играть важную роль в разрешении споров по налоговой выгоде, даже несмотря на появление статьи 54.1 налогового кодекса. Применительно к спорам 2020 года следует сказать, что должная осмотрительность могла сыграть в пользу налогоплательщика, а могла сыграть и против в том случае, если она не проявлялась. Так, примером положительного применения должной осмотрительности можно привести дело НПО эксперт, которое я уже упоминал. В качестве одного из обстоятельств, которое позволило вынести решение в пользу налогоплательщика, явилось то, что он проявил должную осмотрительность. Вместе с тем, чаще всего признавали, что налогоплательщики должную осмотрительность не проявляли. И здесь показательным является, например, дело зеленая линия. В данном деле налогоплательщик проверил всего лишь регистрацию контрагента. Однако суды указали на то, что по сделке, стоимость которой составляла 40 миллионов рублей, проверка только регистрации не может рассматриваться в качестве надлежащего проявления должной осмотрительности. Следующее дело 2020 года это РУТЕКС РУС. И данное дело вообще иллюстрирует нынешнее, ну точнее состояние концепции должной осмотрительности, которая сложилась на момент вынесения данного решения. Так, по мнению как судов и в общем-то судья Верховного Суда поддержала данное решение, было указано, что в состав должной осмотрительности входит проверка деловой репутации, проверка платежеспособности, проверка возможности исполнения обязательств и также проверка наличия ресурсов и самое главное проверка положительной налоговой истории. Из данного перечня можно говорить, что вообще концепция должной рассмотрительности она развивалась по пути постоянного расширения тех действий, которые должен осуществлять налогоплательщик для проверки своих контрагентов. И дошло до того, что даже необходимо было проверять то, каким образом контрагент исполняет свои налоговые обязательства. То есть, по сути дела, налогоплательщик должен был проводить свою налоговую проверку контрагента. И здесь следует заметить, что дело Рутекс-Рус, ну, это не первое такое дело, в котором выражен этот подход о том, что налоговые аспекты контрагента тоже нужно проверять. Так, в деле Чип-Ин, это дело еще 2014 года, на него я обращал внимание, также говорилось о том, что при выборе контрагента налогоплательщик должен руководствоваться не только своими частными интересами, но и публичными интересами. Развитие концепции должной осмотрительности также подтверждало этот подход. Однако, следует заметить, что все-таки в 2020 году Верховный суд начал менять этот подход и изменение этого подхода отразилось в деле звездочка. Так, было указано на то, что содержание должной осмотрительности определяется стандартом осмотрительности, который действует в гражданском обороте. А это значит, что налогоплательщик должен руководствоваться своими частными интересами, а не публичными интересами. Второй аспект, на который было обращено внимание в деле звездочка, что при выборе содержания действий по проявлению должной осмотрительности необходимо учитывать то значение сделки, которое существует для налогоплательщика. То есть, иначе говоря, состав действий по должной осмотрительности он не един и не одинаков для разных сделок. И все зависит от того, насколько важна сделка для налогоплательщика. То есть, если сделка по стоимости большая, либо важна для производственной деятельности налогоплательщика, безусловно, он должен совершить максимально возможные проверочные действия, но при этом он должен проверять то, что важно именно для налогоплательщика, как частного субъекта. В том случае, если сделка все-таки носит какой-то разовый незначительный характер, но, как правило, в качестве примера такой сделки приводят приобретение канцелярских товаров, то в данном случае проверочные мероприятия могут быть минимальны, и возможно даже ограничиваться можно только проверкой регистрации, либо, ну, не то, что регистрация, а вот информация, которая содержится на сайте ФНС России. Можно воспользоваться сервисом, связанным с оценкой рисков при выборе контрагентов. Следует заметить, что то, что все-таки Верховный суд меняет подход к должной осмотрительности, такая оценка решения суда по делу «звездочки» была отражена в письме ФНС России, поскольку в письме ФНС используется нестандартная формулировка и словосочетание «должная осмотрительность», а используется именно коммерческая осмотрительность. Это не просто замена терминов. В данном случае ФНС России пытается подчеркнуть, что при совершении действий по проявлению осмотрительности субъект действует именно как частное лицо и руководствуется своими частными интересами. То есть, как раньше, все-таки нельзя требовать от нового плательщика проводить, по сути дела, мини-налоговую проверку в отношении контрагентов и в том числе проверять то, как они исполняют свои налоговые обязательства. Таким образом, безусловно, налогоплательщикам необходимо принять новые тенденции применительных должностей, осмотрительности, необходимо принять во внимание и дело «звездочка», и дальнейшее развитие практики, в том числе письмо ФНС России 2021 года по статье 54.1, и, в общем, исходя из этого и определять все действия, которые необходимы для того, чтобы было признано, что налогоплательщик проявил осмотрительность, при этом именно коммерческую осмотрительность. Так, ну, а на это все. Надеюсь, что данный комментарий и обзор судебных споров был полезен для налогоплательщиков и надеюсь, что они будут использовать те выводы, которые сделаны как судебной коллегией по экономическим спорам, так и будут принимать во внимание те выводы, которые содержатся в отказных определениях судей Верховного Суда. И будем надеяться, что налогоплательщиков будет меньше претензий от налоговых органов. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.